О главных темах и событиях в Архангельской области расскажем прямо сейчас в студии Анны Рязанова. В Северодвинске приближается время чем? Срок полномочий мэра города Корабелов Михаила Гмырина заканчивается. По новому порядку всенародных выборов уже не будет. В августе нового главу изберет специальная комиссия, в составе которой представители местного депутатского корпуса областного правительства, собраний депутатов и общественности. На сегодня шесть человек готовятся защитить перед комиссией свою концепцию развития Северодвинска. В списке кандидатов Алексей Денисов, Юрий Козлов, Виктор Мошников, Владимир Рудь, Александр Сардак и Игорь Скубенко. Прием документов завершился 14 июля. Теперь претендентам предстоит пройти конкурсный отбор в два этапа. Первый состоится 13 августа. Комиссия оценит полноту и достоверность предоставляемой документации. Во второй этап, он намечен на 20 августа, пройдут только самые стойкие кандидаты. Их ждет тестирование на знаниях конституционных основ законов Российской Федерации, Архангельской области и местного самоуправления, а также собеседование с презентацией собственной программы развития города. В результате второго этапа будет определен самый достойный претендент. Он и займет кресло мэра Северодвинска на следующие пять лет. Новодвиз готовится к 40-летнему юбилею. В рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды общественным голосованием решено благоустроить аллею от площади Ленина до улицы фронтовых бригад. Проект уже разработан. Ремонтные работы будут проведены в аллее от площади Ленина до улицы фронтовых бригад. На это планируется выделить порядка 3 миллионов 200 тысяч рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Здесь поменяют ограждения. Старое давно пришло в негодность, как и бетонное покрытие. Новая дорожка будет выложена плиткой. А еще в аллее появятся красивые скамейки и урны возле них. В целях реализации приоритетного проекта формирования современной городской среды в нашем городе отобрана территория общего пользования этой аллеи по улице 50-летия Октября. Более 93% горожан проголосовали именно за эту аллею путем общественного голосования на сайте администрации муниципального образования города Новодвинск. Отзывы положительные. Конечно, жители рады. Аллея давно нуждается в обустройстве, в современном обустройстве. Поэтому, думаю, к дню города мы порадуем жителей новой красивой аллеи. Блиц-опрос горожан подтверждает результаты народного голосования на сайте администрации. Новодвинцы горячо за обновление места отдыха. Давно уже назрел такой вопрос. Нужно и вот эту аллею обновить надо. Она уже все сделана как по старинке, по современе надо сделать эту аллею. И вот проект, который я сейчас смотрела, тоже очень хороший проект. Видно, что уютно будет и хорошо. Охота поярче. Хорошо, что все это будет огорожено. В принципе, людям в возрасте в преклонном отдохнуть на скамеечках. Ну и нашим ребятам побегать, поиграть. Это замечательно все. Дизайн-проект готов и согласован. Остается воплотить его в жизнь. Подрядчик приступит к выполнению работ в ближайшее время и обещает, к осени дате празднования 40-летия города все желающие смогут прогуляться по обновленной аллее. Анна Рязанова, Дарья Евграфова, Александр Пичугин, Архангельское телевидение. Теперь со своим молоком и маслом в Виноградовском районе запустили новый животноводческий комплекс. Торжественное открытие приурочили к 880-летию села Барок, где на высоком угоре и расположилась ферма. О каких высот готов достигнуть местный товаропроизводитель? Ответ знает Артемий Заварзин. Перед тем, как прозвучат фанфары и будет перерезана красная ленточка, буренки спешат подкрепиться. В полях они не пасутся, но в ангаре находятся без привязи. Чувствуют себя рогато и комфортно. Даже специальный механизм для уборки коровника их уже не пугает. Комплекс рассчитан на 508 голов, но полностью он будет заполнен тогда, когда будет сдана вторая очередь комбината. Пока же в одной секции расположено 180 коров. И ежедневно они дают солидную дой – одну тонну 200 литров молока. Но теперь молочные реки текут уверенно. Ферму выкупил инвестор, заново отстроил. В помощь субсидия в размере 30 миллионов рублей от федерального минсельхоза. Это как для барка, как космический корабль. За последние 25 лет это самое большое вложение в сельское хозяйство на территории Виноградовского района. И теперь на территории села Барок уже две фермы – коровник и телятник, в которые на следующей неделе будет поставлен скот. Сейчас в хозяйстве строятся новые силостные траншеи. Закупается кормозаготовительная техника. Условия труда, конечно, значительно изменятся. Значительно облегчится труд человеческий, что немаловажно. Все-таки 21 век. Со временем в хозяйстве будут увеличены и поголовья, и объемы производства. А после инвестор планирует наладить полную переработку молока на месте. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Архангельское телевидение, Виноградовский район. В областном центре непривычно большое внимание этим летом уделяют системе уличного освещения. Муниципальное предприятие «Горсвет» проводит ремонт светильников и воздушных линий электропередач. Плановые работы ведутся по всему городу. Помимо ремонта действующих сетей и замены светильников, в этом году также приступили к восстановлению давно заброшенных бесхозных и прокладке новых участков системы наружного освещения. Так, до конца года будет освещен проспект Новгородский, улицы Павлоусова, Нагорная, Полина Осипенко и многие другие. До недавнего времени погружающиеся в темноту с окончанием сезона белых ночей. Всего за 2017 год в Архангельске планируется проложить более 7 километров новых линий наружного освещения. «Горсвет» продолжает систематическую работу по восстановлению заброшенных линий наружного освещения. Так, в самые ближайшие дни будет завершена работа по восстановлению линий наружного освещения на мосту через реку Юрос, а также на набережной Северной Двины на участке от улицы Садовая до улицы Шубина. Пьяную вечеринку на улице Тиммы в Архангельске прервали сотрудники полиции. Местный бомон собирался в пятийных заведениях под названием «Бары и кулинария». Но контрольная закупка выявила – от переменной вывески содержание не меняется. Под личиной предприятий общественного питания скрываются обычные торговые павильоны, продажа алкоголя в которых по ночам запрещена. В рейд сотрудниками полиции выезжала наша съемочная группа. На часах начало 11 вечера, а веселье на улице Тиммы только начинается. Эти два заведения давно набили оскомину и горожанам, и полиции. Уже не впервые владелицы продавцы этих павильонов платят штрафы за незаконную продажу алкоголя. Но очередная контрольная закупка – и снова нарушение. Не почуяв подвоха, продавцы пробили алкоголь и нашей съемочной группе. Жвачку за 35 и бутылочку светлого. А можно я за пиво вам наличкой заплачу? У меня не хватит на карте. Да, конечно, можно. Вот наш улов, бутылка пива алкогольного, нам дали даже чек. Крышка не открыта, налицо прямое нарушение законодательства. По факту, это не стационарный торговый павильон, а значит, продавать алкоголь после 9 вечера здесь запрещено. На вывеске владелец назвал свои заведения пивбаром и кулинарией. Считает, что превратил таким образом забегаловки в предприятие общественного питания, где продавать алкоголь в ночное время можно. Но полицию не обманешь. К ресторану или бару эти киоски не имеют никакого отношения. Вы часто знаете то, что не соблюдаете? Нет, все вопросы не тяже. В отношении продавцов составлены протоколы об административных правонарушениях. Также протоколы об административном правонарушении составлены в отношении владельца торговых точек. Теперь и продавцов, и владельца ожидают штрафы. Те, кто продавал, заплатят до 2000 рублей. Тот, кто приказал продавать, до 40 тысяч. Но это не единственное наказание. Сейчас решается вопрос о сносе этих торговых павильонов. Ирина Ившина, Светлана Михеевская, Архангельское телевидение. Такие новости на этот час. До встречи в 16.